Первый день нового года инициаторы бегового движения Владивостока предлагают встретить с забегом по-домашнему. Организаторы уверены, для многих это отличный повод начать вести здоровый образ жизни. А подробно об участии в полезном мероприятии мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Юлия Вельбик, начальник управления по развитию физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Константин Зырянов, организатор забега по-домашнему. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И Ольга Гаева, спортивный директор бегового клуба «РАН ДНС РАН». Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Мы очень рады вас в очередной раз видеть у нас в студии. И расскажите, наконец, что за очередной интересный забег, почему он называется по-домашнему. Нам интересны все подробности. Идея появилась еще в прошлом году, когда в первый раз он был проведен, 1 января 2016 года, соответственно. Ввиду развития спортивного движения в городе Владивостоке, было решено в празднование Нового года и 1 января программ «Включить забег». Тогда забег проходил по Океанскому проспекту. Все участники бежали от основки прапочечка Комарова до центральной площади. А насколько известно, около 100 человек, да, тогда принимали участие? Да, в прошлом году приняли участие около 100 человек, причем различного возраста, различные. Все были такие веселые, все были в костюмах, водили хоровод перед разминкой. И в этом году мы ожидаем даже, наверное, количество участников больше, потому что все-таки всем идея понравилась, поддержали, и в этом году все с удовольствием ее ждут. Насколько больше ожидаете участников? В два раза. В два раза. А уже идет какая-то регистрация, то есть уже действительно есть какие-то цифры, которые подтверждают то, что их будет в два раза больше? Предварительной регистрации нет, мероприятие открыто для всех желающих. Это наши личные прогнозы, то, что действительно будет около 200 человек. Посмотрим, но ввиду того, что все больше людей активно проводят новогодние праздники и предпочитают за время новогоднего празднования не пить, а все-таки в праздничные дни активно проводить, это и лыжи, и сноуборд, какой-то активный отдых, бег. Предполагаем, что все-таки будет больше. Юля, вы побежите по-домашнему? Традиционно. Традиционно понятно, что когда администрация города организовывает забеги, лично я принимаю участие. Я думаю, что многие возьмут пример с людей, которые ведут активный образ жизни. Это, в принципе, для них способ правильно отпраздновать наш Новый год. А для тех, кто еще не подключился никаким образом к физической культуре, это способ, может быть, начать. Потому что иногда 1 января – это повод что-то сделать новое в своей жизни. Это способ прийти и по-новому для себя отметить Новый год. Потому что начнется забег не просто даже с хоровода в этом году. Мы подошли именно с точки зрения физической культуры. Будет некая разминка для тех, кто желает. Конечно же, по времени она сдвинута. Это не утренняя зарядка. Мы понимаем прекрасно все-таки, что люди традиционно с времен еще Петра I ночью отмечают. Поэтому чуть-чуть позже ложатся спать. И утром у них, конечно же, совсем ранний подъем. Это не совсем правильно. Но в 11 утра уже начало забега. Поэтому нужно прийти чуть-чуть пораньше. Пройти там же регистрацию. То есть получить номер новогодний. И поучаствовать в этом мероприятии. Понятно, многие нам скажут, что это не совсем полезно. 1 января, особенно после бурно проведенной ночи, участвуют в забеге. Но я думаю, что, во-первых, очень много населения в городе Владивостоке, которое действительно ведет здоровый образ жизни. Это и правильное питание, и правильный алкоголь в умеренных количествах. И поэтому к 11 утра, я думаю, все вполне смогут преодолеть ту небольшую дистанцию, которую приготовили организаторы. Она всего 1 километр. И мы в этом году поменяли немножечко маршрут. Он пройдет по Светланской. Мимо елки. Мимо елки, мимо площади. И старт и финиш у нас будут в одном месте. Это уже традиционно. Я думаю, что многие к этому уже привыкли, что мы по Светланской проводим забеги. Это действительно не очень кратковременно займет время перекрытия движения в городе Владивостоке. Я думаю, что автомобилисты нас поймут. 1 января особенно. Я думаю, что вряд ли вообще кто-то будет выезжать на дороге. Город, как правило, пустой. Обстоятельства бывают разные. Поэтому мы сделали так, что это действительно есть масса объездных путей. И тот маленький промежуток, он займет всего несколько сот метров Светланской. Но все желающие и все, кто пропагандирует здоровый образ жизни, мы предлагаем принять участие. И уже начать 2017 год вот с такого замечательного физкультурного события для города Владивостока. Да, Оля, конечно. Поддерживаю Юлию, Юлия, на слова. Так как это действительно именно правильная привычка. То есть первый день года начнется с правильной привычки. И можно привести с собой также детей. Это показать детям, как правильно, что утром можно не только активно провести свой день, пробежать, поучаствовать именно в спортивно-массовом мероприятии. Я правильно понимаю, что ограничений, по сути, никаких нет? Нет. Даже если мама с коляской, она может, пусть не пробежать, но пройти быстро, приобщиться к здоровому образу жизни и пройти дистанцию. Это... Да, пожалуйста. Оригинальность костюма. Просто я сказала про коляску. У нас в прошлом году участвовала как раз-таки мама с коляской. Она украсила как себя, так и коляску, так и ребенка. Поэтому в этом году приветствуются непосредственно костюмы, креативность, потому что за них будут награды. Да, призы будут, конечно же. Во-первых, у нас уже традиции мы решили соблюсти и здесь в забеге по-домашнему. Каждый участник у нас получит медаль, заветную ту медаль, ради которой участвуют многие. Особенно дети у нас любят. Для него очень важно, чтобы его отметили, когда он совершил даже какой-то вот такой небольшой поступок. Понятно, что не все, может быть, готовы один километром прям бежать. Время у нас не ограничено. Один километр можно пройти спокойным, хорошим, спортивным шагом. Это тоже будет приветствоваться. Главное, его преодолеть и получить уже после финиша свой заветный приз. Помимо этого, организаторы будут отмечать и разными подарками. То есть это и самый оригинальный костюм, это и самый маленький участник, и самый, так скажем, опытный участник. Нельзя сказать взрослый, да? Самый опытный участник. Это и спортивные достижения. Те, кто самыми первыми преодолеют по разным номинациям. Положение оно есть на сайте администрации. Можно его посмотреть и выбрать себе номинацию, и, может быть, даже выиграть в этом забеге. А вы вот заговорили про прошлогодний забег. А какие были самые, может быть, интересные костюмы? На что настраиваться тем, кто хочет стать победителем во что бы то ни было? Вот прям креативные были костюмы, на самом деле. От самых ярких и красочных, то есть с мишурой и светодиодами. И даже кто-то у нас участвовал именно с целью закаливания, да, в футболке тут оббежал, хоть и был минус, да, но такие люди тоже были. Ну, здесь, естественно, люди подготовлены, конечно же. Вот, еще подробнее, думаю, Костя порасскажет. Хорошо запомнился костюм водолаза, где парень полностью в гидрокостюме с трубкой, с маской в ластах преодолел дистанцию. Конечно, это мероприятие имеет такую, все-таки, такую долю развлекательную. Это для того, чтобы люди хорошо отдохнули, провели время и получили море позитивных эмоций. Именно поэтому и вводится вот такая вот номинация за самый лучший костюм, чего не было, к примеру, в прошлом году. В этом году мероприятие, конечно, выходит совсем на другой уровень. Я считаю, я благодарен управлению физической культурой, маслом спорта, что они поддерживают, активное участие в организации принимают, потому что будут победители. Будут победители среди мужчин и женщин в абсолютном зачете. Те, кто прибегут первые все-таки, те, кто именно будет за победой рваться, они будут награждены кубками. Конечно же, будет специально от администрации грамоты победителей выданы. И, конечно же, новогодние подарки. Это радует, потому что принимать участие могут уже не просто обычные люди, а еще и спортсмены могут прийти. ЗОЖ объединяет. А как много номинаций? Вот сейчас немножечко проговорили их, да? Получается, первое, второе, третье место – это победители золота, серебро и бронза. Абсолютно, и зачет, да. Первое, второе, третье место – номинация самого лучшего новогоднего костюма. Ну, здорово. Ну, еще, я еще раз говорю, самый маленький у нас и самый возрастной участник. Точно, да. Они тоже будут отмечены подарками, поэтому... Мы предлагаем родителям с детьми. Я думаю, что еще мы до Нового года посмотрим по возможности, все-таки сделаем. Может быть, какая-то самая дружная семья. Это те, кто в большом количестве семейные придут. Вот они тоже будут отмечены новогодними подарками от администрации города Владивостока. И действительно, самая спортивная семья. Те, которые все дружно побегут. Потому что старт будет общий, он не будет разделен. Потому что у нас все-таки задача сделать это более как семейный забег, дружеский. Самая дружная компания. Поэтому мы предлагаем всем людям все-таки принять участие. Может быть, прийти не за спортивным результатом, конечно. Я надеюсь, что те, для кого важен, поэтому и выбрана дистанция один километр, потому что это одна из видов дистанции в спорте, те, кто придут за спортивным результатом, и они будут отмечены по-спортивному. А те, кто придут действительно и воспримут это как отдых, как некая зимняя даже забава, потому что это зимой, то они тоже будут отмечены подарками. Но еще раз я повторюсь, что каждый на финише получит свою заветную медаль. На память. На память те, кто преодолел дистанцию в один километр. Медаль участника. И чем хороши такие мероприятия, именно вот такого, а не высокого международного официального формата, тем, что они открывают двери. Открывают двери для людей в мир спорта. Для людей, которые активным образом жизни особо не увлекались. Либо детей в спортивные секции еще не отдавали, но переведя ребенка на подобное мероприятие, каждый участник, и маленький, и большой, он проходит всю процедуру. Он на месте проходит регистрацию, он получает настоящий номер участника спортивного мероприятия. Он по выстрелу из пистолета стартует через стартовую арку и финиширует, соответственно, финишную. Получает медаль участника. Это очень важно с точки зрения воспитания. И, конечно же, может быть, если кто-то после этого мероприятия задумывается отдать своего ребенка в секцию легкой атлетики, ну, это уже будет не зря. Для некоторых это такая некая репетиция больших достижений, да? Да, конечно. Почему бы и нет, да? Потому что у нас в городе Владивостоке, конечно, мы пропагандируем активный образ жизни, да, и у нас и залиты катки для этого, пожалуйста. Есть, конечно, традиционные зимние виды спорта, но мы понимаем, что город Владивосток не совсем снежный, поэтому на лыжах у нас точно не получится. Ну, давайте тогда пробежимся легкой пробежкой, почему даже не 1 января. Потому что вот все на нас иногда смотрят, на организаторов. Ну, вот вы думаете, что придут? Я думаю, что, конечно же, люди придут, потому что в городе многие остаются, и это способ начать 1 января с забега. Ну, к слову, действительно, мы ищем плюсы в минусах, получается, да? У нас нет возможности выйти на лыжах на центральную площадь Владивостока, но, тем не менее, хорошо, что нет снега, с другой стороны можно побегать. Да, так что пусть это станет, возможно, некой традицией даже, которая будет ежегодной. Вот интересный такой вопрос у меня возник. Ведь вы постоянно организуете подобные мероприятия, и вот мы говорили сейчас о том, что для многих это дорога, может быть, в большой спорт, да, отчасти. Были ли уже на ваших глазах ситуации, когда человек, вот так как любитель, приходил в первый раз и потом действительно стал спортсменом? Конечно, мы наблюдаем на самом деле это постоянно. Опять-таки, при поддержке администрации города Владивостока уже сделано очень много мероприятий, как масштабных, так и таких поменьше забегов. Но, тем не менее, каждый раз мы именно нацелены на то, чтобы участники были не только, возможно, спортсмены, ну и просто даже люди, кто только хочет попробовать себя в какой-то дистанции. Поэтому дистанции всегда различные, там, от километра, от пяти километров, что позволяет участникам с разным уровнем подготовки пробежать и показать свой результат. И затем это его затягивает, он хочет уже большего, начинает посещать наши забеги, начинает самостоятельно тренироваться, посещать «Динамо», участвовать к тренеру. И тем самым он уже добивается вот прям хороших результатов, прям на уровне спортсменов. То есть участвуйте все, да? Для меня лично яркий пример – это мой племянник, которого я ввиду своей спортивного образа жизни пару раз взял на забег. Сейчас ему 12 лет, он поступил в секцию лёгкой атлетики и занимается с профессиональным тренером, уже выступает на соревнованиях. Это радует. Не обязательно насильно заставлять ребёнка заниматься спортом, лучше привести его на подобное мероприятие в данном случае. Да, причём, по-моему, он даже приходил просто помогать, да? Как-то вот первый раз я просто волонтёром вот так втянулся, это очень классно. Плюс на таких мероприятиях присутствуют как те люди, которые действительно готовят людей, и Костя, и Оля, и им можно задать вопросы, как правильно это начать. То есть как сегодня преодолеть сперва один километр? Это для многих не такая большая дистанция. Может быть, для начала это надо сделать спортивным шагом хорошим. Потому что когда страшно иногда преодолеть себя и прийти на стадион, хотя вот есть стадион и есть рядом, да, около дома, но не каждый ведь придёт и начнёт бегать. Потому что это иногда страшно преодолеть самого себя. Я того не знаю, да? Да, я этого не знаю. Я не знаю, как правило, здесь закололо, а может быть, у меня что-то со здоровьем. Здесь можно спросить у ребят, они с удовольствием расскажут, расскажут, как это правильно сделать, как поучаствовать здесь. Опять же, не страшно. Ты не будешь здесь хуже всех, лучше всех. Да, есть те, кто участвует, но и другая масса людей, которые действительно просто участвуют для себя, ну и получают уже ту заветную небольшую памятную медаль. Потому что вот я точно знаю, после всех массовых забегов, которые проходили в городе Владивостоке в этом году, и я думаю, что на следующий год их будет достаточно. Понятно, что они вот там более подготовленные люди, особенно когда это 21 километр или 42, кажется, вообще страшно, да, какие-то нереальные. Поэтому один километр – это вот такой маленький шаг. Плюс у каждого из нас после таких забегов, как есть, знаете, своя стена славы, и есть возможность повесить туда свою заветную еще одну медаль, когда вы преодолели самого себя и вышли, поучаствовали наравне со всеми. И ни хуже, ни лучше. Здесь иногда просто для себя. Оля, я знаю, что ты хотела дополнить. Да, что именно дистанция 42 километра, свой марафон, он начинается с первого километра. Поэтому это вот еще раз повод прийти 1 января и начать свою дистанцию марафона с первого километра. Мы сегодня подводим некоторые итоги. Все-таки у нас такая предновогодняя программа. И 16-й год был достаточно наполнен беговыми событиями, если так можно сказать. Это был и большой марафон, и зимний забег ледовый. Давайте вспомним об этих мероприятиях, вспомним самые яркие их моменты. В общем, нам интересны сейчас все интересные детали. Немного расскажу про именно такую беговую жизнь нашего города. Так как беговой клуб РАН ДНС РАН организовывает еженедельные забеги, в которых могут как раз-таки принимать участие абсолютно все. И в среднем сейчас собирается до 50 человек на таком забеге. Каждый раз маршрут разный, каждый раз это интересно. И все эти люди, которые посещают еженедельные мероприятия, они, соответственно, становятся участниками уже наших крупных событий, которые мы совместно с администрацией города Владивостока с помощью, при поддержке Юлии Александровны лично, также провели за 2016 год. То есть это наш первый международный Владивостокский марафон, довольно-таки яркое событие. Прошлый год это ледовый полумарафон в Новике, в Бухте-Новик. В этом году было организовано три крупных мероприятия в городе Владивостоке и Приморском крае. Это открыл, скажем так, спортивный год в этом году. Это ледовый полумарафон, который в Бухте-Новик прошел в феврале месяце 2016 года. Потом в июне проходил в национальном парке «Земля леопарда» забег по трейловому маршруту. Это были большие наборы высоты, спуски и грунт впервые. На территории национального парка был проведен забег. И, конечно же, Владивостокский марафон. Впервые официальная дистанция 42 километра была пройдена. Был проложен маршрут по двум мостам. Старт был на острове Русском и финиш на центральной площади. Соответственно, 21, 5 километров в других местах стартовали. Это все больше и больше привлекает людей. Конечно, плюс регулярные забеги, которые проводятся. Люди не просто участвуют в мероприятии и ждут год. Они постоянно находятся в активном образе жизни. В тонусе. В тонусе, да. И это их лайфстайл, это их образ жизни. Это здорово. В городе на самом деле не только вот эти крупные. У нас уже традиционный зеленый марафон, который уже стал традицией. Я думаю, что к нему уже даже привыкли все, поэтому его обычно так не называют. И в этом году у нас появились благотворительные марафоны. И в рамках форума, который становится, я думаю, что он станет традиционный. И на следующий год он пройдет. И благотворительный забег был в пользу детей и бабочек. Это тоже стоит отметить, потому что благодаря этим забегам не только люди смогли поучаствовать в спортивной жизни, но еще и в благотворительной. Потому что все деньги, которые оргзносы были за эти забеги, они шли в пользу кого-то. Поэтому чем больше людей в этом участвуют, тем больше есть возможность проявить благотворительность в данных мероприятиях. Потому что это очень важно. В городе действительно становится уже как культура. И понятно, что не все с этим согласны. Все кто-то говорит, что лучше бы это уходили на спортивные объекты. Но это существует во всех городах. Это действительно, когда мы выходим на вот такие массовые площадки, это и охват населения больше. Потому что, все равно, еще раз говорю, к любому спорт-объекту, любому человеку, когда мы предлагаем сходить в тренажерный зал, либо появляется как некий, а вдруг у меня не получится. Здесь желающих больше, потому что страх преодолевается. Но все же бегут, и я могу. Вот поэтому зачастую они проводятся на дорогах общего пользования. Хотя у нас многие горожане с этим не согласны. Но я думаю, что, еще раз говорю, опыт больших городов, мы в этом не должны быть исключением. Многие, может быть, не согласны, но большинство хотят присоединиться к этому мероприятию. Правда, Оля? Да, хотелось бы, чтобы вообще наши Владивостокские марафоны стали некой спортивной визитной карточкой нашего города. Потому как они привлекают действительно очень много туристов, очень много спортсменов, как России, так и наших стран зарубежья. На ближайший год, на 2017, у нас первое мероприятие, это также будет ледовый полумарафон 25 февраля. Далее у нас также уже станет таким же ежегодным, повторным Лео Ран, то есть барабаш, ультра трейл по земле Леопарда в планах провести. И, конечно же, Владивостокский марафон 23 сентября. Регистрация тоже, она уже открыта, ведется. Причем мы прошли аттестацию в ЕЛА, получили одну звезду, поэтому это очень радует. Маленькие, но достижения. Я уверена, что достижения не маленькие, да и потом уверены в этом все, потому что за этот год действительно мы перечислили, и это далеко не все события, о каждом просто не хватит времени сейчас говорить. Оля, например, я знаю, каждый день, каждое утро даже сейчас бегает со своими спортсменами, да? Да, есть у нас наши бегущие сумасшедшие в 6 утра. Понедельник, среда, пятница, каждое утро можно присоединиться, встречаемся, кстати, на центральной площади. Просто приходите и бегайте, и это очень здорово, потому что город становится здоровее, красивее и моложе, что самое главное, потому что это очень полезно и, главное, легко сделать. К сожалению, остается немного времени, и я бы еще хотела, чтобы вы поздравили каждый из вас, наших телезрителей. Юля, я думаю, вы начнете. Да, ну, я от себя и от администрации города Владивостока, от Управления по физической культуре и спорта хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать в первую очередь спортивного здоровья, чтобы если в следующем году вы задумали какие-то для себя достижения, у вас все получилось в жизни, потому что это очень важно, победить прежде всего самого себя, потому что лично и собственного опыта, когда рискуешь и у тебя получается, это та буря эмоций, которую пережить по-другому невозможно. И я предлагаю всем как раз-то ее пережить благодаря спорту. И на следующий год попробовать реализовать себя в любом виде спорта. Я думаю, что те, кто этого захотят, в городе Владивостоке есть масса для этого условий. Я от себя хотел бы пожелать каждому в Новом году больше сил, уверенности и желания поставить на этот Новый год амбициозные, как спортивные, не только спортивные цели, и идти к ним. Идти к ним и показывать своим примером то, что это возможно, то, что это нужно, и чтобы дети смотрели и делали то же самое. И 1 января забег по-домашнему – это хороший способ начать это, поэтому приглашаем всех, будем рады видеть каждого. И от лица бегового клуба «Ран ДНСР» от себя лично хотелось бы присоединиться ко всем поздравлениям. И также, конечно же, ну прежде всего здоровья на самом деле пожелать. А вот также не бояться сделать свой вот этот первый шаг к своему личному марафону, к своим личным победам, непременно их достигать. Поэтому всех обязательно ждем 1 января на нашем забеге по-домашнему. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Мы вас тоже поздравляем, желаем вам развития, побольше беговых мероприятий. Спасибо вам за то, что вы делаете для нашего города. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. 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 Продолжение следует...